Материально-техническая база учреждения профессионального образования за последние годы улучшилась. Открыто много новых учебных кабинетов, усовершенствован дуальный процесс обучения. Со следующего учебного года планируется открыть курс верховой езды. Уже готовят документы. В школах начата профориентационная работа. У нас налажены тесные связи с региональными партнерами по проекту дуального образования. Ежегодно около 20 наших учеников проходят практику в товариществе Жана под руководством Марата Косенова в селе Краеген. Эта работа будет продолжаться. Будущих специалистов среднего звена сельского хозяйства часто привлекают к лабораторным работам. Они проводятся по специальной программе. За эти три года я прошел практику в селе Ушсарт Корхолшинского района. Участвовал в покосах, уборке и других работах. Так что, как будущий фермер, я приобрел необходимый опыт. В колледже преподают высокообразованные преподаватели и мастера производственного обучения. Мы учим, как разобрать и собрать гусеничный трактор. Мы изучаем язык других техник, а также приняли участие в нескольких профессиональных конкурсах и заняли призовые места. Встречаемся с нашими партнерами, и знакомимся с новыми методиками. Многие молодые люди Корхолшинского района, желавшие трудиться в родном селе, стремились получить образование в местном акротехническом колледже. В этом году 50 студентов получат диплом специалиста среднего звена и трудоустроятся в нескольких хозяйствах региона. Василий Павлиди, Колымбек Мухамеджанов, Дархан Мужибаев, Кокщиак, Парад.